Чемпионы мира разных лет по тайскому боксу сошлись в поединках на турнире Молот Тора в Ялте. Всего было 8 боев, часть из которых закончились техническими нокаутами. Спарринги проходили по правилам Евро-Тай. Секреты победы у сильнейших узнавали наши корреспонденты. Турнир Молот Тора можно смело назвать захватывающим мероприятием, ведь на ринг выходят бойцы, которые уже на мировой арене реализовали свой спортивный потенциал. Турнир проходит по правилам Евро-Тай. Для того, чтобы поединки были зрелищнее, удары локтями тут запрещены. Правда, клинчевая техника допустима. Собрали всех лучших бойцов Крыма. Пять чемпионов мира, шесть призеров мира, пять чемпионов Европы. Бой с участием трехкратного чемпиона Крыма и Европы Сергея Погасяна был один из самых зрелищных и кровавых. Несмотря на травмы, бойцы продолжают схватку и Сергей одерживает победу. Я и соперник одновременно получили рассечение во втором раунде. Слава Богу, несерьезно, остановили. А вот Эдуард Мазаров уверен, для того, чтобы одержать победу, выносливости мало. Главное – разминка. Для этого он начал поединок церемониального танца «Раммуай». Тем самым он продемонстрировал почтение к тренеру и родителям. После, даже несмотря на то, что его противник был старше и опытнее, лидерство завоевать удалось. Я танцевал свой танец полностью, а мой соперник танцевал не полностью. Он двигался меньше и, получается, остывал. То, что тут победа достается сильнейшему, сомневаться не стоит, ведь судейская коллегия подстать спортсменам. Четыре судьи международной категории. Из Севастополя, Бокчисарая, Ялты и Симферополя. Судейская бригада очень сильная считается, одна из сильных у нас в Крыму. Яркий показатель того, что крымчане любят муай-тай – это восторженные греки-болельщиков. Пришел поддержать спортсменов и первый заместитель главы Крыма Михаил Шеремет. Это действительно настоящий мужской вид спорта. Бескомпропинтный, жесткий. Для настоящих мужчин. У него очень много поклонников. Для того, чтобы сохранить эту тенденцию, сейчас полным ходом идет работа по обустройству новых спортивных залов и комплексов в республике. Просим муниципальное образование уделить внимание спорту, выделить достойные залы для того, чтобы проводить аналогичные турниры, где может собираться молодежь. Главный бой турнира – это спарринг между победителями Кубка мира по тайскому боксу прошлых лет Андреем Мбалаевым и Андреем Мудриком. Ранее соперники никогда не встречались на ринге. Уже на первых секундах поединка бойцы демонстрировали высокую технику ведения боя, нанося друг другу точные и мощные удары. Вверх удалось взять Андрея Мбалаеву по прозвищу «Гроза», который в первом раунде увернулся от удара соперника и, воспользовавшись моментом, совершил нокаутирующий удар. Спортсмен уверен, ему просто повезло. Правда, для такой удачи нужны регулярные тренировки. Прочитал соперника, как-то увидел его, брешь в обороне, ну и ударил. Организаторы турнира уже в ближайшем будущем планируют провести еще одни соревнования. Масштабные и зрелищные. Для этого они пригласят лучших бойцов с материка, которые встретятся с нашими спортсменами. Дмитрий Попов, Олег Черемисин. Время новостей. Ялта.